Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. К чему готовиться? Жители Барнаула массово снимают деньги с банкоматов. Электроника подорожала на 30%. 9 лет ждал квартиру, а получил стены с плесенью. Кто ответит за халатность перед детьми-сиротами в крае? И жизнь с новыми лапками барнаульскому коту, которому живодеры отрубили лапы, скоро проведут протезирование. Лимит на снятие наличных в некоторых банках уменьшился. В частности, в банкоматах Сбербанка теперь за один раз можно снять не 50, а 40 тысяч рублей. Снижение максимально допустимого размера на выдачу наличных некоторых горожане связывают с началом военной спецоперации России на Донбассе и Украине. Об изменениях в денежной сфере, возможном дефиците товаров и ожидаемой инфляции в следующем сюжете. Вечером первого дня проведения военной спецоперации россияне пошли к банкоматам и далеко не в первом смогли получить наличные. В сегодняшнем утро либо все уже успокоилось, либо люди просто пока на работе, потому что в нескольких отделениях банков я не увидела каких-то огромных очередей, особенно в Сбербанк. Я шла именно к этому банкомату. А вот в частности, к банкомату ВТБ стояло несколько человек и очередь прям сохранялась в районе 6-7 человек. Настороженное отношение объяснимо. Ночью США огласила список санкций. Под них попали ведущие банки страны, в том числе Сбер. На тех, кто ведет бизнес в инновалюте, наложат ограничения. По мнению экономистов, сложнее станет бизнесменом. Жителям, чьи деньги не выходят за границы страны, вряд ли стоит бояться, но перспективы не радуют. Сейчас объявили о том, что перестанут нам отправлять, продавать вернее, самолеты, запасные части к самолетам. Тут автомобили-строители грозятся, что перестанут отправлять в Российскую Федерацию легковые автомобили и так далее. Все это в конечном итоге приведет к росту цен и приведет к инфляции. Так, сеть электроники за ночь подняла цены на 30 процентов. Вырос спрос, будущий поставок туманно, объяснили владельцы. В целом же, судя по нашему небольшому опросу в соцсетях, большинство людей пока предпочитают ничего не делать и ждать военного бездействия. Анастасия Дороган, День с толком. В Барнауле сегодня горело производственное здание на улице Попова. По предварительной информации, сначала на открытой площадке загорелся строительный мусор, а после огонь перешел в настоящее рядом производственное здание – мебельный комбинат. В середине дня на месте работали 60 человек и 15. единиц техники сообщили в МЧС региона. Сельхоз земли фермерам, народные выборы людям и повышение зарплат бюджетникам. Сегодня в Краевом парламенте прошла очередная сессия, где депутаты приняли сразу несколько важных для жителей Алтайского края законов. Подробности в сюжете Валентина Аскеровой. Под прицелом депутатов законопроекта в реативном порядке избрания глав городов и районов края. Парламентарии предлагают поменять, а точнее вернуть выборную модель, когда глав выбирали не депутаты, а сам народ. Инициатива приглянулась не всем. Оплачивать кто будут выборы? Оплачивать будут местные бюджеты. А у них что, некуда девать, нет направления, куда тратить деньги? Мы приведем, знаете, к чему? В каждом районе есть свои группы, группировки, элиты. Начнется борьба политическая. Можно ли считать это выступление как позиции фракции? Выступал депутат. Понятно, понятно. Просто, коллеги, право выбирать – это вообще-то один из принципов демократии. Назначенный мэр, он не может нести ответственность перед людьми. Он несет ответственность только перед теми людьми, кто его назначает. Итого, законопроект о вариативном порядке избрания глав приняли в первом чтении. Другой важный проект закона, рассмотренный депутатами о краевом бюджете, точнее его корректировке. Так, расходная часть казны региона увеличится на 18 миллиардов рублей. Малая часть этой суммы пришла из Федерации, остальная перекочевала из прошлого года. Значительно увеличатся расходы на образование и в том числе расходы капитального характера. Капитального характера предлагается увеличить на 5 миллиардов рублей, в ту же самую адрес инвестиционную программу на 3 миллиарда. По указным категориям мы выходим на планку более 18% прирост заработной платы. А также впервые за последние годы миллиард рублей направят на обновление системы горэлектротранса, БИИС, Корупцовска и Барнаула. На сессии не обделили вниманием и фермеров. Им разрешили строить жилье на землях сельхозназначения. Правда, с одним уточнением. Одному владельцу один дом высотой до 20 метров и площадью до 500 квадратов. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Чиновников, предоставивших детям-сиротам квартиру с плесенью, ждет уголовная ответственность. Краевой следственный комитет завел уголовное дело о халатности. Сотрудникам регионального жилищного управления грозит штраф до 120 тысяч рублей или до года исправительных работ. Напомним, о непригодном жилье около месяца назад нам рассказывал житель Новоалтайска. Молодой человек 9 лет стоял в очереди на квартиру, а спустя месяц после заезда обнаружил черные пятна на стенах. Закладываем стену для того, чтобы не продувало, потому что у нас ребенок на полу играет. Но уже, разумеется, мы его сюда не садим. Вон, посмотрите, получается, он там, на углу, где окно. Там, то есть, то же самое. Плесень, то есть, так же проступает. После того, как проблему сироты осветили местные, а после и федеральные СМИ, они стали известны разным надзорным органам. Так, Следственный комитет выписал штраф ответственным региональному жилищному управлению, а зам генпрокурора России, который посетил наш регион на прошлой неделе, распорядился восстановить справедливость. В итоге семье Андреевых должны выделить квартиру в надлежащем состоянии уже в марте этого года. Ну а далее хоть какие-то хорошие новости. В Алтайском крае впервые заработала секция бодибилдинга для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день приобщиться к спорту смогли уже четыре молодых колясочника. Под чутким контролем наставника и родителей тренируются юноши не только в домашних условиях, но и в спортзале. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Я тренируюсь с рождения. У меня детский церебральный паралич. И я вынужден тренироваться пожизненно. Роман Чернов – первый участник секции бодибилдинга людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Рассказывает, что замотивирован на спорт, ведь тренировки могут подарить шанс, чтобы начать ходить. Спорт юношу привела мама. В свое время она познакомилась с тренером Александром Барбашиным, который и предложил Роме заниматься. Для своего подопечного наставник разработал программу тренировок и рацион питания. Основные тренеры у них – это их родители. Кто-то из них тренируется только дома, кто-то тренируется и дома, и в зале. В моих залах они не так часто появляются именно с целью тренировок. В залах мы делаем что? Мы ставим позирование, мы делаем произвольные программы, мы делаем смотр формы. Постепенно число желающих стать бодибилдерами росло. Решили организовать секцию. С показательными номерами спортсмены начали выступать в разных соревнованиях. Зрители всегда встречали алтайских культуристов на колясках с громкими овациями. Первый раз мне страшно было выходить, потому что не то чтобы страшно даже, а волновался очень сильно, присутствовало волнение. Ну, конечно, поддержка колоссальная, то есть мне очень сильно понравилось. Немножко страшно, больно, но ничего, все хорошо, выступил, даже второе место взял. Сейчас ребята продолжают тренировки и готовятся к новым стартам. Стоит отметить, что опыт работы с алтайскими спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата отметили Федерации бодибилдинга России. Она в этом году учредила на чемпионате России специальную номинацию для спортсменов-колясочников. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. И еще одна приятная новость. Барнаульский кот, которому отрубили лапы, скоро сможет бегать и прыгать. Барнаульские приюты и неравнодушные люди почти собрали всю сумму на протезы и операцию в Новосибирске. Подробнее расскажем в сюжете. Усы, лапы и хвост. Эти кошачьи документы когда-то были и у Валаби, пока кто-то не отрубил коту лапы. В начале января волонтеры нашли его на улице. Кота выкинули на мороз умирать. Валаби лежал в крови, весь грязный. Дальше лечение и долги перед клиникой, которые закрывали неравнодушные люди. Начался сбор денег на протезы, которые полностью срастаются с костями, и кот даже забудет, что когда-то лишился лап. На днях Валаби уже ездил в Новосибирск на консультацию и компьютерную томографию. В том же Новосибирске, когда осмотрели, сказали, что кот чувствует себя прекрасно. То есть он бодр, весел, здоров, мурлыкает, кушает с аппетитом. Мы проконсультировались с ортопедом, с инфекционистом, и нам уже назначили протезирование. Сейчас протезные лапки для Валаби изготавливают в Москве. Операцию планируют на март. Позади сбор космической суммы. На протезы было собрано 160 тысяч рублей. Еще порядка 100 тысяч уйдет на стационар в Новосибирске. Дело за мало. Не хватает еще порядка 30 тысяч. И Валаби сможет уверенно шагать на новых лапках в новую жизнь. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. История Алтая в комиксах. Такого, пожалуй, еще не было. В Краевой библиотеке имени Шишкова презентовали говорящие картинки. На страницах Иван Ползунов и ученицы первой гимназии в Барнауле. Анастасия Наборщикова окунулась в рисованную историю края. Подробнее в сюжете. На страницах комикса конец 19 века. Те, кого уже нет, заговорили в новом тысячелетии. На бумаге художница Ольга Носова рассказала подлинную историю первой гимназии в Барнауле. Местные купцы, чиновники говорят, кто что мог, кто дарил. Кто здание, кто учебники. Поскольку это тема женского образования, здесь было сложно узнать что-то о женщинах. Потому что раньше женщины написывали основном как жена того-то, вдова того-то. Имена учениц девушка нашла в архивах. Там же она узнала, что в Барнауле женское образование появилось раньше на 12 лет, чем мужское. Впрочем, закону Божию учили все-таки мужчины. Из обязательного были физика, география и, например, французский. Заниматься ли гимнастикой, черчением или танцами девушки решали сами. Пришла в класс восьмиклассница и иронически спросила у нее, не забыла ли она дорогу в гимназию. На другой урок она отвечать отказалась. Я поставил ей единицу. Но потом оказалось, что я был глубоко неправ. Девица эта, круглая сирота, живет своим заработком и содержит всю семью. Занимая одну 12-рублевую должность и бегая по урокам. Здоровье у нее слабое, малокровие. Необходимо хотя бы на время экзаменов поставить ее в более благоприятные условия. Такой комикс Ольга создала на проекте «Энергия знаний». Курс просветительских лекций по истории края и созданию комиксов она прошла в библиотеке имени Шишкова. Всего было 20 участников, но победителя оказалось два. Об изобретениях Ивана Ползунова рассказала Валерия Макарова. Буквально в прошлую субботу, после очередной лекции следующего сезона «Энергии знаний», сейчас идет курс лекций по географии, и бабушка с двумя вдуками пришли посмотреть конкретно комиксы. Им понравилось. Сейчас исторические комиксы есть не только в Шишковке, но и на сайте. Чтобы их увидеть, зайдите в раздел «Издание библиотеки» в электронном виде. Полистать их вечером вместе с ребенком сегодня, пожалуй, лучше, чем ленту новостей. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. В эти минуты Крепостной театр погрузился в атмосферу Англии начала прошлого века. На его сцене началась премьерная постановка по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». На финальной репетиции побывала наша съемочная группа. Открываю, да? Ребята, погнали. Новое прочтение классики. Худрук Крепостного театра Александр Савин готовит постановку по нетипичному для себя произведению. Пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» – истории любви вульгарной цветочницы и профессора фонетики. Выбор он сделал скорее вопреки. Ранее творчество Шоу ему не нравилось, однако сейчас, говорит постановщик, пришло время для осознания. Для того, чтобы адаптировать и сократить «Пигмалион», Савин сделал акцент на истории главных героев. Два разных психотипа, два разных по социальным статусам человека не могут быть вместе никаким образом. Ну, это привычная история. Мы что сделаем? Я этих людей сближаю максимально друг с другом по взаимоотношениям, по неравнодушности друг к другу. Чего не по-человечески? Ну, ладно, где он? А как вы думаете, со мной рассчитывается? Зачастую в крепостном театре играют новички без опыта на сцене. Однако у каждого из этих актеров за спиной несколько спектаклей. И признаются, они не просто входят в образ, а стараются провести персонажа через собственные эмоции. А сама постановка по их словам прежде всего должна быть интересна определенному типу людей. Я думаю, что всем, кто задумывается над вопросами отношений, над вопросами личного роста в том числе, и над вопросами роста своего партнера, как можно в отношениях помочь своему партнеру соответствовать самому себе? Премьера спектакля «Пигмалион» на сцене крепостного театра состоится завтра, 26 февраля. Повторный показ запланирован на март. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Сразу два выставочных зала открылись накануне в Алтайском доме народного творчества. В новом пространстве для барнаульцев будут проводить тематические выставки, экскурсии и лекции, а также концерты и творческие вечера. Средства на ремонт помещений выделили из краевого бюджета, правда, точную цифру в ведомстве не уточняют. Здесь были рабочие кабинеты, но они такие достаточно большие, просторные. Мы решили их использовать, вот два кабинета, использовать выставочные залы, где будем рады встречать все гостей города Барнаула, туристов. Это туристическая зона, и мы в кластере в этом туристическом, думаю, будет многим интересно зайти и посмотреть, чем Алтайский край знаменит, какими работами, какими изделиями, какими мастерами. Первыми на новой площадке представили свои работы народные ремесленники. В экспозицию вошли изделия из бересты и лозы, гончарные предметы, а также резьба по дереву и вышивка. Впервые среди работ есть творения мастеров из Черышского, Рубцовского и Волчихинского районов. Сегодня в Барнауле стартовал третий тур Суперлиги чемпионата по настольному теннису среди мужчин. В течение трех дней в спортивном комплексе «Победа» будут состязаться участники шести клубов, несколько десятков теннисистов из разных регионов страны. В турнирной таблице Суперлиги наша команда «Алтай» расположилась на первой строчке. На два очка отстают клубы из Казахстана и Республики Адыгея. Домашний тур важен для наших спортсменов. Это шанс выйти в премьер-лигу, в которую алтайские теннисисты прежде не попадали. Команда сформирована всего два года назад, но шансы на успех есть. Санкт-Петербург сильно. Мы их на первом туре 3-2 обыграли. Сейчас просто повели 2-0. Немножко полегче. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует...